Я решил взять одну тему, о которой мы в последнее время очень редко говорим. И я думаю, что как раз вот 2017 год будет во многом с этой темой связан. Все последнее время мы ставили большой акцент на личном познании Господа, личном приближении Господа, на богоискании, на то, что каждый из нас должен не через посредников, не через прасторов, проповедников, помазанников, апостолов, а лично переживать Божье присутствие. Потому что то, что ты переживаешь, это твое. Все остальное, это просто рассказы, в которых ты не можешь быть уверенным. Ты должен его лично переживать. И вот смотрите, откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. И здесь знаменитая история встречи Иисуса Христа и Самарянки. И я решил сегодня эту историю прочесть по современному переводу Библии. Потому что бывают некоторые истории, мы так их часто читаем, так их много изучаем, что уже несколько глаз замыливается, и уже настолько все знакомо, что буквально можешь наизусть рассказать. Но когда ты уже можешь рассказать наизусть, как будто смысл куда-то исчезает. И вот поэтому я хочу как бы вот эту знакомую историю прочитать в современном переводе, чтобы по-новому на нее посмотреть. И вот 4 глава Евангелия от Иоанна. Начнем с вами с 4 стиха. Путь его лежал через Самарию. И вот Иисус проходит в самарянский город под названием Сихарь. Он расположен рядом с полем, которое дал Иаков своему сыну Иосифу. Там был источник Иакова. Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самарянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. «Как ты, иудей, попросишь у меня самаритянки напиться?» — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. «Если бы ты знала», — ответил ей Иисус, — «чем одаряет Бог, и кто говорит тебе, дай мне напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец-то глубокий. Откуда тебе взять проточную воду?» «Этот колодец дал нам наш отец Иаков. Из него пил он сам, и его сыновья, и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил, «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь. «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды, тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты пять раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж». «Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк». «Наши отцы поклонялись Богу на этой горе». «А вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Верь мне, женщина, что наступает час, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе, и не в Иерусалиме». «Вы не знаете, чему поклоняетесь, мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев». «Но час наступает, Он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истина чтит Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, кто так Ему поклоняются, Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины». «Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит к Ему женщина. Когда Он придет, Он нам все объяснит. «Это Я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. «В это время вернулись у Его ученики. Они были удивлены, что Он разговаривает с женщиной. Но все же никто не спросил Его, что Ему надо или зачем Он с ней разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям, «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, Он и есть помазанник, и те из города пошли к Нему». Тем временем ученики просили Иисуса, «Раби, поешь, у меня есть пища, о которой вы не знаете», — ответил Он. Ученики стали говорить между собой, «Может быть, кто-нибудь принес Ему поесть?» Иисус говорит, «Моя пища — исполнять волю того, кто послал Меня, и завершить его дело». Разве вы не говорите, «Еще четыре месяца, и наступит жатва». Но вот я вам говорю, поднимите глаза, посмотрите на Нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет. Вот так подтвердилась пословица «сеет один, жнет другой». Это Я послал вас жать Ниву, на которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов. Много самаритян из этого города поверило в Него благодаря словам женщины, сказавшей, «Он рассказал Мне обо всем, что Я сделала». Когда самаритяне пришли к Нему, они стали просить Его остаться у них, и Он оставался на два дня. И гораздо больше людей поверили в Него благодаря тому, что Он сам говорил им о этой женщине. Они сказали, «Теперь мы верим уже не потому, что Ты нам рассказала, мы слышали Его сами и знаем, что Он действительно спаситель мира». Через два дня Иисус ушел оттуда в Галилею. Вот вы знаете, очень интересно, как-то в современной церкви, в современной евангельской церкви, у нас очень часто собрания подразделяются на две части. Вот есть как бы собрание для верующих людей, а есть собрание для неверующих людей, которое мы называем евангелизацией. И евангелизация, как правило, это такая проповедь, которая всем верующим уже известна, и как-то ни для кого это особо не откровение. Но все эту евангелизацию как бы терпят, потому что надо, чтобы вот неверующие услышали. Но когда Иисус учил, Он не делал такие, знаете, вот, что вот это вот, я вот буду говорить верующим, а тебя буду говорить вот там неверующим. Он, конечно, иногда верующим что-то пояснял своим ученикам конкретно двенадцати, но когда Он собирался, Его Слово, оно было для всех. Его Слово было для всех. Поэтому я абсолютно убежден, когда мы сегодня говорим, вот, нам нужны какие-то там евангелизации, то, о чем мы говорим здесь на собраниях, причем даже не только в воскресенье, но можно и в четверг, если здесь есть Божья мудрость, если здесь есть на самом деле Божья истина, основанная на Писании, мы вполне можем приглашать людей на обычные собрания, даже тех, кто никогда еще не был ни в евангельской церкви, ни вообще не сильно знаком с христианством, потому что настоящее Слово, оно цепляет, как человека, который уже давно ходит в церковь, точно так же, кто пришел в первый раз, потому что, может быть, даже он не до конца поймет, но вот по сути, вы знаете, вот, для меня всегда проповедь Христа и вообще Его учения, это какой-то был такой многослойный пирог, и там для разных людей, вот, были свои какие-то определенные, определенные слои, там, где пророгащается истина, там каждый найдет для себя какой-то слой, вот, каждый найдет вот то, что его именно бы насыщало, и я стремлюсь, чтобы у нас на каждом нашем собрании, и в воскресенье, и в четверг, ну, конечно, прежде всего, в воскресенье, мы могли приводить людей в первый раз, и они могли слушать Слово Иисуса Христа, и нет нужды в особых там собраниях для неверующих людей, какие-то такие, особые такие, кастрированные собрания такие, вот, где вот там как-то все упрощено для того, чтобы вот неверующие это услышали, ну, Иисус, Он говорил для всех людей, и вот эти, знаете, моменты, вот, как вот мы можем приглашать людей, вот, конечно, мы же хотим не просто познавать истину, мы хотим, чтобы эта истина наполняла сердца других людей, и вот, чем больше общаешься с верующими, тем больше убеждаешься, что практически каждый из нас познакомился с верой через общение, знакомство, разговор с кем-то из христиан, с каким-то верующим человеком, это самое важное, мы можем делать большие какие-то собрания, или как вот в последнее время в наших церквах, вот это было модно, картонная евангелизация, когда люди какие-то писали на картонках слова, выходили на улицы, там, на перекрестке, и стояли, там, особенно какие-нибудь там гневные слова, там, какие-нибудь такое, похоть же зачавшая рождает грех, заделанный грех рождает смерть, вот так вот прийти, и вот, как бы, считать себя ходячей такой картонной евангелизации. Я не думаю, что это вот, конечно, так можно делать, но я вижу, что самый лучший, самый эффективный, тот способ, которым пользовался Иисус, это личное общение. Иногда бывает, мы так слишком заняты, кажется, нам нет времени для личного общения, но Иисус, несмотря на его служение, несмотря на его проповеди, несмотря на его учения, несмотря на исцеление людей, у него были моменты, когда он так или иначе встречался с какими-то людьми, отдельно встречался, и он не считал себя слишком занятым, слишком благословенным, чтобы тратить свое драгоценное помазание на беседу с каким-то отдельным человеком. Нет, минимум тысячи человек тогда он откроет рот. Так не было. Иисус, конечно же, он проводил большие собрания, но тем не менее, он общался с отдельными людьми. И современные проповедники иногда такие важные, такие помазанные, что он может вещать только на больших конференциях, на больших собраниях, его всячески изолируют от каких-то взаимоотношений с отдельными людьми. Мы видим, что Иисус так себя не вел. Он, конечно же, учил для многих людей, но у него были вот такие удивительные встречи, когда он о чем-то говорил, рассказывал, свидетельствовал отдельным людям. И вот драгоценное точно так же в нашей жизни. Нам не нужны какие-то, вот там, большое собрание, пригласим всех неверующих людей. Зачем каждый из нас в своей жизни так или иначе пересекается с кем-то? И у нас у всех есть возможности лично рассказывать другим о своей вере. И вы знаете, я вот честно скажу, что вот когда тебя наполняет что-то, вот ты настоящее наполняет, у тебя невольно возникает желание делиться этим с другими. Я рассказывал на одном из последних собраний, что когда, я помню, в первый раз приехал в Израиль, это было начало 90-х годов, я помню, это был вообще первый мой выезд за границу, и не просто за границу, это же Израиль, святая земля для каждого христианина. Я помню, был в таком восторге. Единственное, о чем я переживал, что я был один без своей семьи, без жены, потому что когда ты что-то переживаешь хорошее, ты хочешь этим поделиться с другими, с близкими людьми. И точно так же драгоценное в отношении веры. Если вы находитесь в таком состоянии, что вы перестали делиться вашей верой с другими людьми, что-то не то в вашей духовной жизни, значит, то, что у вас есть, это не настоящее. И я замечаю, как мы готовы разговаривать обо всем, о музыке, о фильмах, о танцах, но мы ни с кем не разговариваем, некоторые верующие ни с кем не разговаривают о своей вере. И ты знаешь, это на самом деле серьезный вопрос, значит, что-то не то с твоей верой. Потому что если у тебя настоящая вера, ты не можешь ни желать, ни жаждать делиться с другими. И для этого не нужны большие залы, евангелизационные, там какие-то большие мероприятия, там картонки даже. Не нужны. Мы каждый день пересекаемся с разными, там с кем-то мы знакомы, с кем-то не знакомы, в разных местах. Мы постоянно пересекаемся, у нас есть удивительная возможность свидетельствовать. Причем, вы знаете, насколько, если вера это твоя жизнь, то ты и свидетельствовать должен жизненно. У нас какие-то, вот часто, знаете, какие-то модели есть, как у свидетелей Еговы, которые, они всегда стучатся в двери, и они должны начинать свою речь. Все свидетели Еговы по всей земле с какой-то определенной фразой. И вот точно так же у нас бывают какие-то такие штампы в голове, и мы вот с этими штампами ходим, и даже порой сами не замечаем, насколько они забавно выглядят. Как брат один, который сел в машину и решил засвидетельствовать о Боге, об Иисусе Христе, водителю, таксисту, вот, решил найти издалека, поговорить о вечности, и задал ему прямо вопрос в лоб. Они там как раз где-то проезжали по окраине города, он его спросил, к смерти готов? Вот, водитель не понял, он подумал, что его сейчас собираются грабить, вытащил битую, выкинул его из машины, вот. И у нас есть такие какие-то странные штампы, мы как-то вот начинаем, вот, как-то вот так чудаковато говорить, вот. Так вот мы видим, что Иисус, он не был похож на суперзанятого проповедника, у него были возможности общаться и встречаться с одними людьми. И насколько он, смотрите, это интересно, естественно, свободно делал, да, вот он, он пришел у колодца, и там к колодцу пришла, пришла женщина, и он начал с ней общение о воде. То есть есть какие-то общие темы, есть какие-то общие, вы знаете, вот мы все пересекаемся, есть какие-то общие темы. Поэтому порой нам, верующим, хочется огородиться, вот, в свой маленький мир, вот, и всех зазывать сюда, кто не пришел, сам виноват. А мы живем в своем маленьком мире. Мы не понимаем, что церковь не должна отгораживаться от мира. Некоторые даже, вот, когда мы написали на входе социально-духовный центр, некоторые говорят, нет, надо написать церковь. Вы поймите, церковь, это не название здания, это не церковь, вот церковь, ты и я. И более того, когда часто пишешь на двери церковь, это для многих преграда прийти. А вот когда мы называем социально-духовный центр, к нам приходят сюда разные люди. Приходят и спортсмены приходят, приходят, там кто-то занимается, люди неверующие приходят, какие-то секции, кружки приходят. И они вот здесь находятся, и вы сами не понимаете, благодаря тому, что мы не пытаемся, вот здесь идет, это церковь, никому здесь нельзя. Здесь разные люди. Происходит евангелизация людей, которые так или иначе посещают это помещение. И настолько это удивительно. Вот недавно, Ярослав, можешь выйти на сцену, да? Дайте микрофон Ярославу, да? Вот Ярослав, который как раз занимается вопросами аренды, рассказал буквально сегодня. Расскажи. Мне на днях позвонил мужчина, с которым я по аренде волейбольной команды работал осенью. Они играют в волейбол в спортивном зале, да? Они краткосрочно играли в волейбол, ну и наши контакты на этом закончились. После этого я через него вышел, получается, на других волейболистов, которые у нас сейчас занимаются, которые, ну, получается, занимаются в нашем спортзале. И мне звонит этот мужчина и говорит, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ну, я думаю, как обычно, поздравления, можешь поблагодарить, просто хочет. И тут он мне продолжает и говорит такую фразу. Я очень благодарен за ту работу, которую вы делаете, за ту возможность, которую вы нам предоставляете. Знаете, я вот теперь являюсь прихожанином вашей церкви, очень многое получаю из того, что хожу на собрание. Со мной разговаривает очень много, ну, людей, которые играют тоже в волейбол. Кто-то относится с насмешкой, кто-то еще как-то, но я замечаю то, что многих, как бы, касается истины Христа. Многие, как бы, некоторые начинают на собрание приходить больше интересоваться верой, и их жизнь как-то начинает меняться. Спасибо. Давайте поблагодарим вас. Смотри, люди приходят, чтобы здесь поиграть в волейбол и начинают ходить в церковь, а? Кто здесь говорил, что нельзя называть социально-духовный центр? Вы понимаете, сколько у нас вот это клише в голове? Иисус общался с этой самарянкой. Мы из этой истории можем понять, что, прямо скажем, как таких женщин называют? Здесь, конечно, не написано, что она проститутка была, да? Ну, такая, скажем, веселая была женщина, да? Веселая, наверняка была привлекательная, у нее было там пять мужей. И вот она пришла к колодцу, обычное дело. Все, что она там, мы говорим, она увидела Иисуса. Да мужика она увидела, и все. Она увидела обычного мужчину. И мужчина обращается к ней. Дай мне напиться. То есть все начинается с разговора о чем? О воде. Вы понимаете, не имеет значения. Может быть волейбол, вода, политика. Разница только в том, что можно через это прийти к вере. А можно просто об этом поболтать. Как некоторые из вас делают. Просто поболтать. Скажи ближний мой. Он сейчас опять о тебе говорит. Вот. Начал о воде и закончил водой. Иисус начал о воде, но не закончил водой, да? Стал говорить ей про воду живую. Она сразу подумала, что здесь идет речь о стоячей воде и о проточной воде. И она говорит, ну, конечно, проточная вода. Лучше. Но что делать? Удобнее мне все-таки пользоваться этим колодцем. И наверняка она себя как-то так вела, да? Потому что, ну, мужчина пришел. И начинает. Он говорит, а как же ты так ко мне обратился? Мы же не сообщаемся. Вы иудеи, мы самаряне. Ну, как у нас написано в синдальном переводе. Самаряне с иудеями не сообщаются. Тут написано, что не пользуются общей посудой. Вот, вот. То есть она думает, ну, как бы я ему понравилась. Я ему понравилась. Вот. И тема о живой воде ее очень увлекала. Я уж не знаю, что она там думала, что он говорил про живую воду. Вот. Но она в конце концов говорит, ну, давай мне. Давай мне такую воду. Где там у тебя такая вода, что лучше этой? Может быть, думала, ну, кто-нибудь к себе ее пригласит, да? А он сказал ей вдруг. Хорошо, дама говорит. Давай, зови мужа своего. И приходи. Сюда. Она так подумала, ага. Он там наверняка что-то о моем семейном положении хочет. Так тихонько кольцо снимать. Говорит, я не замужем. Она там с каким-то мужчиной жила, но ее, видно, это не сильно устраивало. Она уж думала, заканчивать эти отношения. А тут новый мужчина сидит, а она такая, да, не замужем. И тут он ей говорит, да, я знаю, что не замужем. Ты пять раз была замужем, и сейчас не замужем. И вот вы знаете, вот какие были бы... Люди могут там что-то говорить о воде, о проточной воде, о стоячей воде, о тенденциях в политике, о футболе-валидболе, о том, что там какой-нибудь там новый экономический кризис грядет в новом году. Люди могут говорить о чем угодно, но в действительности есть очень простые вещи, которые внутри каждого человека находятся. Одиночество, какое-то неустройство, недопонимание с близкими людьми, семейные проблемы, проблемы с мужем, проблемы с женой, проблемы с детьми, проблемы с непониманием смысла жизни, проблемы, когда страх смерти есть. Очень простые вещи. Поймите, кто-то разбирается в волейболе, кто-то не разбирается. Кто-то разбирается в экономике, кто-то не разбирается. Нужно насказать темы, которые бы человека касалось, но есть темы, которые всех нас объединяют. Может быть, эта женщина, как вот мы читаем, она как-то хотела казаться такой веселой, даже в чем-то игривой, но внутри у нее были обычные проблемы. И вот поэтому драгоценные важны, чтобы мы не смотрели на внешность. Есть вот такие люди, которые кажутся, что этому человеку вообще не до Бога, он какой-то такой несерьезный. Да и зачем ему Бог? У него вроде так все хорошо. Вы знаете, у меня вот очень часто в жизни было такое. Вот были люди, о которых я думал, ну, этот человек, вот, ему точно не до Бога. Ну, на всякий случай скажу. Я начинал говорить и вдруг замечал, что их это цепляет. А были другие люди, я думал, ну, точно, он так вот любит, прямо такие вот духовные разговоры. Он точно заинтересуется. Начинал говорить, а он не заинтересовался. Вас бывали такие вещи? То есть, поймите, мы часто не знанием человека. Человек может быть внешне такой независимый, какой-то вот, все у него, казалось бы, хорошо, а внутри боль находится. Поэтому Иисуса не остановило вот такой-то тон игры, какие-то разговоры. Он говорит, да, был у тебя пять мужей, и сейчас не муж никакой тебе он. Это ты, молодец, справедливо сказала. И тут, смотрите, интересно, что когда люди начинают на какие-то такие, вроде бы, такие темы, вода, футбол, волейбол, политика, экономика, и вдруг разговор начинает касаться каких-то личных сокровенных вещей, и люди сразу перестраиваются и надевают на себя маски религиозности. Каждый человек так или иначе религиозен. У каждого есть какие-то свои религиозные понимания. И у этой женщины, какой веселой жизнью бы она ни жила, были свои. И только она услышала, что-то ее стало касаться, как тут же, смотрите, она надела какую-то религиозную маску и начинает говорить, господин мой, вижу, что ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе. Вы говорите, что место, где надо поклоняться только в Иерусалиме. И люди сразу же, когда начинаешь какие-то поднимать духовные темы, люди все начинают сводить к каким-то религиозным обрелам. А вот ты из какой церкви? Ага, из такой, да? Ну я об этом слышал. А вот чем вот, а вот наши отцы там ходили в православную церковь, а сейчас много каких-то церквей появилось неправославных. Вот как сейчас молиться, мы не знаем. Если Христос один, что-то к церквей много. И они начинают тут же какие-то поднимать религиозные темы. И вы знаете, как важно не увязнуть, как в теме воды, футбола, волейбола, политики, точно так же важно пройти и тему религии, не застрять в ней, не оставить весь разговор только на разборе отличий, чем православие отличается от протестантизма, чем протестантизм отличается там от католиков и прочее, прочее, прочее. Казалось бы, тоже вроде бы близкая к вере тема, но на самом деле она всего лишь близкая к вере тема. И вот она начала, знаю там, что ты, надо там. Ну смотрите, что Иисус сказал. Иисус говорит, наступает час, когда будете поклоняться не на этой горе и не в Иерусалиме, но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто отцу поклоняется, наставить дух истины, как истина чтить Отца. У нас написано в синодальном переводе в духе и истине, а здесь говорится, его наставит дух истины. И смотрите, о чем стал Иисус говорить? Он там не стал разбирать там вот эти вопросы, как там разделилась в свое время вера иудеев и самарян, кто такие иудеи, кто такие самаряне, в чем отличие веры и их там, почему, вот, какие особенности поклонения в Иерусалиме, какие особенности поклонения на горе, в чем разница, что общее. Он не стал в эти темы вообще входить, как религиовед какой-то. Он опять-таки пошел к самой сути, к самому основному. И он говорит, послушай, да при чем тут гора? Есть реальная духовная связь с Богом, на которую наставляет дух истины. И вот, что тебе нужно. Не то, что там перейти, раньше ты поклонялась на горе, и сейчас ты будешь поклоняться в Иерусалиме. Несмена вер, несмена религии. Тебе Бога нужно узнать, вот, что тебе нужно. Тебе нужно Бога пережить, а не выучить особенности поклонения в Иерусалиме, не поменять там что-то. Вот же тебе, тебе Бог, тебе Бог нужен. Бог нужен. Бог – это дух. Еще раз считаю по этому переводу, современному, 24 стих. Бог – это дух, и ему надлежит поклоняться, как наставляет дух истины. Вот вы знаете, я смотрю на некоторых верующих, которые уже давным-давно в церкви, вот, ходят в церковь годами, и за последние годы практически никого не привели в церковь. Почему? Так у вас даже и разговоров таких нет. О Боге вы говорите с верующими, а с неверующими говорите о работе, о делах, о политике, о экономике, ну, о чем-то еще. Настоящее переживание Бога, настоящее познание Бога, оно не остается холодным. Человек жаждет, чтобы с Богом, с которым он познакомился, знакомились другие люди и другие души. И чем ближе ты переживаешь Бога, чем ближе, чем больше познания в твоем сердце, тем больше у тебя жажда, желания делиться с другими, рассказывать другим людям. У нас часто, знаете, проблемы, даже вот когда в последние годы там с домашними группами, потому что лидеры, многие лидеры домашних групп привыкли, что все должны приходить в церковь, а тут в церкви им дают адрес и домашний групп, и они идут по домашним группам. Хотя на самом деле должно быть все наоборот. Люди должны приглашать знакомых, друзей, соседей, родных, просто попить чай, пообщаться, почитать Библию на домашней группе и через это прийти в церковь. А многие к этому не готовы. Нет, я хочу, чтобы вы уже предоставьте мне готовых людей. Вот у нас вот тут прославление, мало людей, предоставьте мне готовых людей. Служба порядка, предоставьте мне готовых людей. И полонгород людей, полонгород людей. Иди проповедуй, иди общайся, иди свидетельствуй. Куча людей вокруг нас живет. Ну как-то я, дайте мне уже готовых людей, я вот тогда буду вести домашнюю группу. Ты должен приглашать. И когда мы в последнее время много с вами говорили о личном переживании Господа, поклонении, так как наставляет Дух истины, следующая часть, которая неразрывно следует за этим, это жажда этим познанием делиться с другими людьми. Жажда в это общение с Богом вовлекать других людей. Вы только подумайте, сколько вот таких встреч уколоться в вашей жизни. Это может быть там, где угодно. Там кто-то на танцы ходит, кто-то там во время обеденного перерыва, там где-то в офисах, кто-то еще где-то. Куча всяких пересечений в жизни, которые просто-напросто мы не используем. Мы тратим там просто поболтать, просто поговорить. И мы ждем каких-то великих евангелизаций. Какой-нибудь великий евангелист приедет, начнет проповедовать, и тысячи будут каяться. Вот вы знаете, я в последнее время за очень многими пастырами, за многими проповедниками, я вот слушаю проповеди, я замечаю такую вещь. Многие продолжают жить в каких-то великих иллюзиях, что вот-вот сейчас что-то должно грядить, грядет великое пробуждение, какое-то вот они ждут какого-то все время великого пробуждения. Вот-вот немного еще, братья, прорвемся, и я такой, вах, придет великая слава Божья на землю. Я долгое время был тоже подвержен этим мечтам и ожиданиям, пока не понял, что это полная ерунда. Ничего не придет, ничего так не обрушится, всю жизнь проживешь в ожидании в таком. И смотрите, что Иисус говорит. Послушайте, что Иисус, «Но час наступает», 23 стих, «Он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истина чтить Отца». Не нужно жить ни в каких великих ожиданиях. Вот недавно совсем такого известного проповедника слышал, и все проповедуют. Вот час этот, мы еще будем верить. Чего ждут эти проповедники, я понять не могу. Они чего ждут-то? Оно вот уже все здесь есть. Час уже наступил. 2000 лет назад как уже наступил. Мы живем с вами в это время, час наступил. Нам не нужно с вами вообще ничего ждать, никакого-то великого пробуждения, великого там какого-то действия Божьего. Вот он уже, наступил час. Что нужно-то? Все необходимое есть для того, чтобы каждая жаждущая и ищущая душа могла поклониться Богу в Духе истине. Все. Мало тебе? Так больше в это входи. Мало тебе? Скажу, а я думал, будет сильнее. Ну, все от тебя зависит. Все от тебя зависит. Ты можешь так в это войти, что будешь Богу умолять, послабей, Господь, давай, иначе я умру сейчас. Бог уможет наполнить тебя с избытком прямо здесь, прямо сейчас, во время любой молитвы. Чего мы ждем? Какого такого великого очередного сошествия? Чего? Он здесь. И он сейчас. И мы живем во время этого часа с вами. Когда все у нас есть, чтобы мы могли поклоняться Отцу в Духе и в истине. Нам никакого не нужно посредника, никакого великого проповедника-помазанника. Нам достаточно Иисуса Христа. Через Иисуса Христа мы приходим к Небесному Отцу. У нас все есть здесь. А мы все ждем. О, должно прийти время. И вдруг люди будут бегать по всему Екатеринбургу и спрашивать, кто-нибудь читал Библию? И тут, я читал. Мы ждем каких-то вот этих иллюзорных картинок. Читаем Ветхий Завет. Знаете, а Ветхий Завет наполнен всякими образами. И вот схватятся там язычники за полуиудеи будут просить. И ты вот ходишь со своими пиджаками, но никто что-то за тебя не цепляется до сих пор. Кто будет цепляться? Говорит, давай, расскажи нам о Боге. Ты скажешь, о, сейчас расскажу. Ходишь, до сих пор никто не цепляется. Ну что, Господь сам виноват? Никто не цепляется. Прицепился бы кто-нибудь, я бы ему рассказал о тебе, а тут никто не прицепился. И ты упускаешь все эти божественные встречи. Ты упускаешь все эти уникальные возможности. Идет время. Ты ни с кем не делишься о вере. И вы знаете, когда ты ни с кем не делишься своей верой, в тебе вера эта начинает чахнуть, и чахнуть, и чахнуть, и чахнуть. Ты сам начинаешь это терять все. Иисус не был настолько занят, что у него не было возможности говорить с людьми. Нет, была возможность. Он общался, и это не единственный пример. Это вот четвертая глава Евангелия Теана. До этого в третьей главе мы читаем, что он общался опять-таки лично с Никодимом. Тоже нашел время, чтобы побеседовать с этим человеком о Царстве Божьем. Причем, заметьте, он не шел, как свидетели Еговы, с одной фразой к Никодиму и с той же фразой к женщине. Они были из разных миров. Никодим там, учитель Израилев и женщина, это веселенькая. Он знал, как общаться с разными людьми. С Никодимом он так общался. Я понимаю, что у нас в синодальном переводе очень довольно похоже все переведено, но вот в оригинале у него даже стиль общения был разный. Важно уметь видеть. Вы знаете, в чем проблема вот этих же свидетелей Еговы? Для меня они яркий пример неправильной евангелизации. В чем их проблема? У них есть какие-то свои фразы, есть какие-то свои вещи. Они с тобой разговаривают, они по сути с тобой реально не общаются. Когда ты чем-то начинаешь им говорить, они просто пережидают тебя, чтобы продолжить впихивать тебе свое. Контакта не получается. Ты сталкиваешься с проповеднической машиной, с механизмом. Он так сказал такой. Ты ему отвечаешь, он такой все, переждал. Закончил? И продолжает. Иисус таким не был. Важно уметь видеть, кто перед тобой. Уметь видеть человека, наладить с ним внутренний контакт. С Никодимом так, с Самарянкой так. Разные люди, подходы разные, но если ты увидишь человека, Бог может дать тебе ключик, именно как ему донести эту истину. Не с одним и тем же шаблоном идти ко всем, а какой ключик именно к этому сердцу, к этой душе. Если с Никодимом он говорил о каких-то как войти в Царство Небесное, то с женщиной он конкретно начал о семейных проблемах говорить. У всех свой подход. Точно так же в нашей жизни Бог каждый день может сводить тебя с разными людьми. Используешь ли ты эти возможности? И мы видим, какая не была эта женщина, казалось бы, далекая от вери, у нее бардак такой в семейной жизни, в отношениях. Но Иисус нашел ключ, и это слово коснулось ее. Этот мир полон условностей, когда ученики пришли, они, конечно, не стали Иисуса упрекать, но они удивились, как это? Мужчина общается с женщиной, о чем они общаются? Это не просто с женщиной, она самарянка, а они все были иудеями, культурное отличие, религиозное отличие, они там на той горе поклоняются, мы в Иерусалиме, половые, гендерные отличия, женщина, мужчина, о чем с ней заговорит. Но Иисус перешагивал через все эти барьеры, и гендерные, и религиозные, культурные, для того, чтобы коснуться сердца каждого человека, в том числе и этой женщине. И благодаря этому общению мы видим, что не только эта женщина, а весь город, откуда она была, пережили божественную благодать. Такое драгоценное точно так же и сегодня в нашей жизни. Для нас часто служение Богу это какое-то одно такое мероприятие, нужно его планировать, нужно к нему как-то готовиться, нужно собирать соратников, всем одевать одинаковые футболки и идти служить Господу. Хотя на самом деле служение Богу это что-то то, что должно происходить ежедневно. Когда Бог сводит тебя с разными людьми, когда твоя жизнь пересекается с разными судьбами, у тебя есть возможность, чтобы через тебя, через твои слова, через твое общение Дух Святой коснулся этого человека. Поэтому я еще раз говорю, что реальность твоего личного общения с Богом всегда проявляется в жажде делиться этим с другими людьми. Ты хочешь делиться без помпы всякой, не нужны картонки рисовать, не нужно из себя какого-то особого смельчака делать, не нужно стадионы собирать, не нужно там какие-то мероприятия, микрофоны делать, колонки настраивать, нужно просто быть внимательным в этих казалось бы повседневных, но важных небесных встречах, которые Господь каждому из нас дает в жизни и использовать это для того, чтобы Дух Святой через нас мог коснуться этого человека, как он коснулся этой женщины. И я хочу, чтобы мы с вами в конце собрания просто вместе молились за то, чтобы 2017 год был в жизни нашей церкви годом вот такого свидетельства, когда мы, переживая Бога, стремимся делиться этим познанием с другими людьми, с другими людьми. Вы поймите, не нужно им пересказывать какие-нибудь брошюрки, которые сегодня там евангелиционные, напечатанные кучи, Иисус умер за тебя и прочее, скучные книжки, которые даже верующим скучно читать. Мы думаем, сейчас дадим неверующим. Это скучные книжки. Делись с ними тем, что Бог в твоей жизни делает. Делись изнутри, говори. Не пересказывай эти правильные шаблоны какие-то. Я еще раз подчеркиваю, Иисус с Никодимом так общался, с этой женщиной иначе общался. Мы все разные. Просто рассказывай людям о том, как Бог действует в твоей жизни, в твоей судьбе. Рассказывай о вере, рассказывай о Боге, рассказывай о духовной жизни. И если это есть в твоей жизни, и это реально, это будет касаться и будет цеплять людей. намного проще, когда ты не имеешь жизни духовной, просто выучить какие-то шаблонные фразы и твердить их всем. И потом удивляться, почему эти правильные фразы никого не цепляют. А потому что за этими фразами жизни нет никакой. Твоей личной жизни нет. Они правильные, но пустые фразы. скажи может быть что-то не очень красиво, но искренне и из глубины от сердца. Я очень хотел бы, чтобы в этом 2017 году мы могли делиться нашими свидетельствами с нашими родными, с нашими знакомыми, с нашими друзьями, коллегами, сослуживцами, с людьми, мы может быть там где-то в транспорте пересечемся, в магазине, в офисе, или еще где-то у колодца днем, как с этой женщиной, или ночью, как Никодим пришел к Иисусу. Это не имеет значения. Важно, чтобы ты видел людей, любил людей, делился с ними из глубины себя, и это не останется бесследным. Реальное слово, которое идет изнутри, в котором ты живешь, которое ты ощущаешь, чувствуешь, оно касается, касается, людей.